Это программа налоги, я Лариса Катышева. Здравствуйте. Собирайте обратную связь от налогоплательщиков и мнения по поводу нововведений, которые появляются в налоговом администрировании, должен новый проект Российского Союза налогоплательщиков. Технологический, конечно. Как он будет работать и когда будет запущен, об этом через пару минут нам расскажет председатель Российского Союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. А пока традиционно несколько цифр. 8 миллиардов 600 миллионов рублей выплачены в качестве налогов за первые 6 месяцев 2019 года мигрантами, работающими в Москве. С января по июнь в столице иностранным гражданам была выдана 261 тысяча патентов для работы. Из них почти 210 тысяч были оплачены с помощью квитанции с QR-кодом, который позволяет быстро провести необходимый платёж. Более 107 тысяч самозанятых россиян зарегистрировались в приложении «Мой налог». Эксперимент по добровольной регистрации в налоговой службе проходит в нескольких регионах России. В его рамках самозанятые могут начать платить налог по ставке 4% за услуги физическим лицам и 6% за услуги организациям. За первые полугодия 2019 года в Москве на учёт встали 42 900 человек. В Московской области более 27 тысяч. В Калужской области почти 3,5 тысячи и в Республике Татарстан зарегистрировались 17 143 человека. Есть предложение распространить эксперимент и на другие регионы России. На 4 месяца до конца этого года власти Аргентины отменили НДС на социально значимые продукты питания. 21% налог перестанут взимать с хлеба, молока, масла, макарон, риса, муки, консервированных фруктов, овощей и чая-матэ. Эта мера должна помочь компенсировать рост цен, связанный с падением курса национальной валюты на 30%. На 2 миллиона 300 тысяч австралийских долларов была оштрафована семья фермеров за неуплату налогов. Начиная с 2011 года брат и сестра настаивали на том, что это противоречит Божьей воле. Высокий суд австралийского штата Тасмания в итоге указал на то, что законы светский и Божий находятся в разных сферах и обязал семью выплатить 930 тысяч австралийских долларов за должности плюс почти 700 тысяч штрафов, пени и судебных издержек. Итак, сегодня у нас в студии председателя Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Артем, здравствуйте. Добрый день. В этой студии часто бывают представители налоговой службы. Они рассказывают, что нового они готовят для налогоплательщиков. А у вас мне интересно спросить, как к этому новому относятся налогоплательщики, ну и вообще, как Российский союз налогоплательщиков получает обратную связь от тех самых налогоплательщиков? Как они вам рассказывают, что нравится, что не нравится, что хочется еще? Знаете, конечно, есть обычные каналы обратной связи, к которым мы все привыкли. Это и письменные обращения, и прием граждан. Но мы тоже, как Российский союз налогоплательщиков, развиваемся в той же парадигме, что и ФНС. То есть мы стремимся к большей цифровизации нашей обратной связи, к интерактиву, который, что называется, доступен 24 часа 7 дней в неделю. И это что, ваша версия личного кабинета налогоплательщика? Вы знаете, у нас не личный кабинет. У нас сегодня готовится, уже проходит обкатку мобильное приложение «Диалог с налогоплательщиком», которое в том числе будет заниматься и вопросами установления тех проблем, тех волнующих людей и точек, которые есть у нас в применении налогового законодательства. То есть мы будем получать обратную реакцию в оперативном режиме. Что-то мы планируем решать через общественные советы, через общественный совет центрального аппарата налоговой службы, через региональные общественные советы. И об этом мы говорили еще год назад на большом форуме, который также назывался «Диалог с налогоплательщиком». Что-то мы будем решать, безусловно, обращениями в службу по конкретным материалам. Я думаю, что такие вот мобильные приложения, они, конечно, в будущем серьезно поменяют отношение к запросу человека, отношение к тому, насколько развернутым и подробным должен быть ответ. То есть все то, с чем сегодня на самом деле сталкивается человек, приходя в государственные органы, все эти негативные моменты, они, конечно, вот таким подходом цифровизации обратной связи, они будут сняты. То есть подождите, сейчас налогоплательщик пишет свой запрос, но это запрос гражданина, и по действующему законодательству 30 дней есть у чиновника для того, чтобы ответить. Мобильное приложение, ну, это стилистика нашей жизни в один клик. 30 дней это долго, тем более, что мы совершенно четко понимаем, что переписывать российское законодательство в ответе на простой вопрос, почему мне не так начислили, конечно, бессмысленно. Вот эти вот ответы, когда по пять страниц ссылок на действующее законодательство и потом в конце, но мы не поняли, о чем вы спрашивали, это, конечно, иногда выглядит очень странно. И здесь задача общественности, задача в том числе российского союза налогоплательщиков уходить от таких вот формальных вещей и вместе с тем действительно быстро, оперативно влиять на решение вопросов, которые волнуют каждого конкретного человека. Писать в мобильном приложении нужно в свободной форме, в свободном формате. Да, конечно. Там будет возможность приложить какие-то документы? Естественно. Документы прикрепляются. Соответственно, сама система распределяет по подведомственности, кому из общественных советов это посмотреть, кому из соответствующих органов, будь то органы налоговые или не только налоговые. Артем, ну вот смотрите, даже личный кабинет налогоплательщика, который мы все знаем и все пользуемся, он не сразу стал таким инструментом, который по своему значению приравнивается к официальной переписке между гражданином и налоговой службой. Сначала это был просто канал связи, который ускоряет, делает более удобным эти коммуникации, но тем не менее, не сразу это стал равновесный с точки зрения официальной переписки канал. Как у вас? Насколько это серьезно? Ну, конечно, задача организации такого пространства, она очень многомерна. И мы совершенно не претендуем на то, чтобы стать еще одним звеном официальной переписки. Наоборот, мы уходим от этого. Нам важен результат. А то, что уже делает соответствующий государственный орган, это делается по другим канонам, по другому законодательству. И, соответственно, мы здесь скорее выступаем как ускоритель процесса и может быть где-то как контрольное звено с точки зрения общественного контроля, чтобы действительно государственные служащие, может быть, муниципальные служащие не забывали, ради кого и ради чего они служат и кому они служат. Вот это, конечно, важно. Это правда. Но как вы на них влиять-то будете с помощью мобильного приложения? Насколько серьезно они к нему должны относиться? Я думаю, отношение будет серьезным, потому что, если что-то не получается сразу, если мы видим, что ситуация проблемная и решение вопроса гражданина задерживается по вине того или иного конкретного государственного муниципального служащего, в дело уже вступают контрольно-надзорные органы, в том числе никто не отменял нашу возможность обращения в прокуратуру. Поэтому здесь, я думаю, будет достаточно понятный и вменяемый диалог, который будет складываться в оптимальном режиме. Потом есть же вопросы, на которые действительно можно ответить в таком оперативном режиме. Да, безусловно. И не обязательно для этого вести именно официальную долгую переписку. Вы знаете, это ведь еще такие механизмы, это в том числе некий внутренний мониторинг, как все устроено, какие есть действительно вопросы и предложения, системные такие. Вот сегодня, насколько мы знаем по нашему опыту работы, где москвичей, например, важно, какие есть налоговые обстоятельства, какие есть налоговые льготы и послабления для тех, кто участвует в процессе реновации. Действительно, федеральный законодатель, региональный законодатель приняли целый пакет актов, которые позволяют, ну, что называется, не переплачивать. Ну, вот в процессе реновации вам меняют квартиру и, соответственно, не возникает обязательств по поводу уплаты налога на доходы физических лиц. Хотя, если пересчитать, то это могло бы быть достаточно серьезным. Ну да, потому что вы получаете квартиру вполне возможно. Да, ну, соответственно, увеличивается, как бы, ваш доход возникает и, соответственно, по стандартному налоговому кодексу надо бы заплатить 13%. Но этого не происходит, людям об этом надо рассказывать. Есть значительное количество нюансов, связанных с владением квартиры до реновации, после реновации, когда можно продавать и не заплатить НДФЛ, когда нельзя. Ну, а говорю, что есть пятилетний срок, но там тоже целый ряд нюансов. То есть можно вот эти вот пять лет складывать из владения квартирой до реновации и владением квартиры уже, так сказать, нового, образца, да, равнозначной или равноценной и так далее. То есть очень много вопросов, которые волнуют людей в практике и в том числе задача наша. Задача, мне кажется, где-то и налоговых органов на местах давать такие разъяснения, но лучше бы, конечно, давать их превентивно, чтобы не произошло потом ситуации, при которой человек считает, что он никому ничего не должен, но на самом-то деле придется заплатить. И это уже будет связано с некоторыми нюансами, возможно, даже со штрафами и пениями. Вот эти вещи мы должны предупреждать. Очень много вопросов возникает сегодня по самозанятым, новый льготный налоговый режим. Но он довольно популярный. Да, и больше того, вот вопросы-то как раз возникают, как ни странно, в тех регионах, которые не участвуют в эксперименте. А вопрос, когда будет, да? Да, главный вопрос, когда нам тоже можно будет поучаствовать. И с этим мы часто встречаемся, я вот приезжаю в регионы, и стандартный вопрос, а когда будет расширение географии по самозанятым, когда наши люди тоже смогут принять участие. Это вопросы характерны и для нашего Крымского полуострова, и для Новгородской области, и для Нижегородской области, и для Дальнего Востока, и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже надо разъяснять, что это такое, как этот режим применяется, как он помогает экономить деньги, как человек может себя почувствовать наедине с мобильным приложением в своем смартфоне, добросовестным многоплательщиком. Это ощущение, конечно, ничем не спутаешь. Оно правильное, оно верное, оно защищает людей. Вот об этом тоже большой разговор. Есть целый ряд нюансов, которые приходится пояснять предпринимательскому сообществу, ну, в том числе внедрение контрольно-кассовой техники нового образца, которая позволяет в режиме онлайн совершать действия по фискальным чекам. То есть было много настороженных отзывов, много критики в ожидании, что будет ли это хорошо. Сейчас мы можем сказать, что данный эксперимент привел к значительному обелению вообще розницы, к повышению уровня сделок, которые учитывают налоговые, из которых в том числе платятся налоги. Количество кассовых аппаратов нового образца, оно выросло. Причем многие не знают, но вот эти кассовые аппараты отдаются за налоговые вычеты. То есть предприниматели не тратят деньги, они просто имеют возможность приобрести эти кассовые аппараты и получить вычет на ту сумму, которую приобретают. Очень много таких моделей сделано, попадающих под законодательство. То есть вот эти вопросы, они тоже требуют внимания. Самые разные бывают ситуации. Какой у вас есть канал связи с налоговой службой? Насколько оперативно вы можете все это доносить до налоговиков? У нас прекрасные отношения с руководством налоговой службы, уже проверенные годами, проверенные многолетним сотрудничеством. Конечно, огромную роль играет общественный совет при налоговой службе России, который внимательно относится и к личным обращениям граждан. Есть специальный такой вот формат обращения в общественный совет. Ну и, конечно, рассматривать те вопросы, которые предоставляет российский союз налогоплательщиков. Это довольно оперативно? Да, это очень оперативно. Ну, с введением мобильного приложения, я так понимаю, что скорость повысится. Да, я думаю, что скорость повысится. Когда можно будет скачать? Ну, собственно, скачать, я думаю, можно будет уже в конце лета, в начале осени. Это будет доступно и в Apple Store, и для Android будет совершенно доступная программа, бесплатная. Спасибо. Артём Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков, был сегодня в студии программы «Налоги». Здесь мы обсуждаем налоговое законодательство и налоговую практику. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова